Привет, друзья! Сегодняшний герой моего видео — экспериментатор. Он решил изучить реакцию своего тела на сахар. И знаете, что он сделал? Полностью отказался от сладкого на тридцать дней. Как он жил все это время и что с ним происходило — смотрите дальше. World of Tanks — это сотни реальных боевых танков и прототипов. Детально проработанные карты. Потрясающая графика и физика. Система прокачки техники. Сражайся вместе с друзьями против других игроков. Регистрируйся по ссылке в описании сейчас и получишь семь дней премиум аккаунта, четыреста тысяч серебра и танк «Тетраарх» абсолютно бесплатно. Один молодой голландский режиссер решил поставить над собой эксперимент. Он на месяц отказался от потребления сахара, чтобы посмотреть, как это отразится на его здоровье. Ведь бытует мнение, что сахар — вредный продукт и его избыток в рационе приводит к многим проблемам. Исследование проходило под наблюдением врачей. Сначала подопытный прошел полное обследование организма. Ему измерили показатели работы сердца под нагрузкой и без. Парень сдал необходимые анализы. Доктор отметил, что здоровье у молодого человека отличное, но повышен уровень холестерина, а также кровяное давление. Месяц экспериментатор питался фруктами, овощами, яйцами, йогуртом и диетическим мясом. Любые напитки он заменял обычной питьевой водой. Каждый день парень записывал небольшое видео о самочувствии и измерял основные показатели — вес, пульс, давление. Сначала все шло хорошо. Но через неделю ограничений организм стал активно сопротивляться изменением в рационе. Мужчина отметил резкое ухудшение самочувствия, его сопровождало постоянное чувство голода. Отказ от сахара был болезненным. Новое состояние врачи пояснили снижением привычного уровня сахара в крови и требованиями организма вернуться к прежнему питанию. Трудный период доктора рекомендовали перетерпеть. На восьмой день эксперимента парень заметил, что стал более раздражительным, чем обычно. Навязчивое, нереализованное желание подкрепиться сладким стало надоедать. Сложнее всего становилось, когда он видел, как другие люди ни в чем себе не отказывают и с удовольствием едят все, что хотят. Но молодой человек не отступил и смог найти выход, а именно употребление сухофруктов — фиников, изюма и сушеных бананов. Они позволяют быстро восполнить запасы гликогена, заряжают энергией и улучшают настроение. Как итог, под конец второй недели жизнь стала возвращаться в привычное русло, а пирожных и разных сладостей почти не хотелось. Третья неделя прошла в более-менее спокойном режиме. Редкие позывы съесть сладкое уже не имели такой силы. Парень заметил, что теперь ему уже не так сильно хочется сухофруктов, зато проснулось желание кушать спелые сочные фрукты, которые в некоторых случаях заменяли один из приемов пищи. Он заметил, что теперь ему нужно меньше часов сна, чтобы выспаться, да и в целом появилось больше сил и энергии. К концу эксперимента парень постепенно адаптировался и привык к здоровой пище, больше не ощущая дискомфорта. За месяц его вес снизился на 4 килограмма, уровень холестерина упал на 8 процентов, нормализовалось кровяное давление со ста тридцати пяти до ста двадцати пяти. Но это лишь те показатели, которые были явно определены врачами. На самом же деле организм парня претерпел целый ряд изменений, связанных с избавлением от побочных эффектов употребления сахара. Но неужели такой привычный нам продукт настолько вреден? Судите сами! Кардиологи предупреждают, избыток сахара в организме вызывает нехватку тиамина. Тиамин, или витамин В1, играет важную роль в процессах метаболизма углеводов, жиров и белков. Это вещество необходимо для нормального развития организма и помогает поддерживать надлежащую работу сердца, нервной и пищеварительной систем. Дефицит В1 может привести к дистрофии сердечной мышечной ткани. Исследования среди детей и подростков выявили прямую связь между неумеренным приемом сахаросодержащих продуктов и риском развития болезней сердца. Ранние морщины появляются от избытка сахара. Он даже вреднее, чем солнечные лучи, считают ученые. А виновата во всем гликирование – процесс, когда глюкоза, которая образовывается после употребления продуктов с сахаром в составе. Такой процесс разрушает волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и упругость кожи. Сахар вызывает зависимость. Эксперименты на животных позволили установить, что этот продукт так же опасен, как морфин, кокаин и никотин. Его употребление вызывает изменения в мозге, как от наркотика. Когда вы съедаете пищу, содержащую сахар, ваш главный орган реагирует на это резким повышением гормона удовольствия, который блокирует действие гормона стресса – кортизола. Причем, в отличие от других продуктов, сахар способен делать это практически в неограниченном количестве. Часто убегая от переживаний, таким образом может выработаться вредная привычка – заедать проблемы сладеньким, вместо того, чтобы просто брать и решать их. Этим же объясняется недельная ломка при отказе от сладкого, когда человек лишается возможности легко блокировать гормон стресса. Свои выводы ученые опубликовали в British Journal of Sports Medicine. Чтобы усвоить белый сахар, организм использует витамины группы В, забирая их из мышц и органов. Как итог, страдает нервная пищеварительная системы, возникает хроническая усталость и ухудшается зрение. Исследования ученых также развенчали миф о том, что сахар – главный энергоноситель. Сахар, наоборот, уничтожает энергию, а не продуцирует ее. Я уже упоминал, что этот продукт провоцирует дефицит тиамина и организм не может завершить метаболизм углеводов. На выходе получаемой энергии получается мало, у человека появляются выраженные симптомы усталости, заметно снижается активность. Сахар вызывает изменение соотношения фосфора и кальция в крови. Дисбаланс может держаться более двух суток. В этот период организм не в состоянии полностью усваивать кальций, что поступает с пищей. Кальций в сладком молоке вообще может вызвать рахит, а также ряд других заболеваний, связанных с его дефицитом. Если для протекания биохимических процессов организму не хватает кальция, он компенсирует недостачу из костей и зубов, постепенно разрушая их. Сахар способствует развитию кариеса. Взаимодействуя с бактериями во рту, образующаяся кислота разрушает зубную эмаль. Сахар снижает силу иммунной системы в семнадцать раз. На фоне высокого показателя сахара в крови происходит снижение способности фагоцитов противодействовать вирусам и бактериям. Так что в период лечения серьезных заболеваний опытные врачи настоятельно рекомендуют ограничивать употребление сладостей. Сахар это еда для грибков, в частности кандиды. Употребление сахара создает благоприятную среду для размножения этих опасных паразитов. Причем многие ученые утверждают, что именно стремительный рост колоний кандиды в организме является причиной онкологических заболеваний. Добавьте сюда ослабление иммунитета и для развития смертельно опасного заболевания лучших условий не придумаешь. Кроме того, если употреблять много сахара, можно столкнуться с забывчивостью и рассеянностью. А в худших случаях за счет постепенного разрушения тканей мозга болезнью Альцгеймера. Результаты исследований также подтверждены врачами из разных стран. Многие болезни, которые вызывают сахар, неизлечимы. Например, инсульт. Избыток сахара повреждает внутренний слой стенок сосудов и капилляров. Наблюдая за жизнью почти трех тысяч подопытных, ученые обнаружили, что те, кто любил сладенькие напитки, в два раза чаще получали такой диагноз. Сахар очень калориен. В ста граммах содержится до четырехсот килокалорий. Однако вред для здоровья заключается вовсе не в его калорийности. Сахар и сахарозаменители нарушают механизмы естественного контролирования голода, заставляя переедать. Кроме этого, некоторые виды буквально ломают метаболизм и провоцируют набор жира. Посмотрев это видео, многие могут возразить, что сахар на самом деле нужен организму, без него не обойтись и будут правы. Хотя скорее речь идет не о сахаре как продукте, а о глюкозе. Да, она очень необходима организму, это источник энергии. Но для ее получения столь вредный белый рафинированный сахар совершенно не нужен. Его с легкостью можно заменить медом, фруктами и сухофруктами. Кроме того, употребляя крахмалистые овощи и бобовые, можно полностью обеспечить организм глюкозой. А если вы захотели всерьез позаботиться о своем здоровье, нужно помнить, что в скрытом виде сахар содержится во многих продуктах, кетчупе, соусах, соках, хлебе и даже в сосисках. Его наличие можно прочитать на этикетке. В общем, вывод напрашивается сам собой. Здоровье нашего тела в наших руках, и наш сегодняшний герой показал это на своем примере. Никто не может так позаботиться о вас, как вы сами, но для этого нужны знания и, конечно же, сила воли. Если согласны, жмите лайк под видео и начинайте заботиться о своем теле, если еще не начали. А репост это ваша маленькая помощь друзьям на пути к здоровой жизни. У меня все. Пока!